Однозначно, либо Зеленский съезд заложенного, либо заложенное Зеленского. Тут они уже друг другу выбора не оставляют. По ним это больнее всего ударило, вы же понимаете. Пока украинская продукция доходит до Франции, она сначала по дороге разоряет Польшу, само собой. Вы сами обсуждаете, там, 300 тысяч, 500 тысяч дополнительно мобилизовать, а где 500, там и миллион, мы же понимаем, что на самом деле процесс этой самой могилизации, он происходит ежедневно. В дальнейшем определенные регионы нынешней Украины, они присоединятся к нашему единому славянскому братству и к единому союзному государству. По-моему, очень оптимистично. Экономисты украинские нынешние рассуждают, как же будем выходить после войны. Ну что, придется, говорят, изменять миграционную политику и привлекать мигрантов из, вдумайтесь, Казахстана, Узбекистана и Польши. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Взаимно. Хотелось бы начать нашу беседу с очередной, наверное, порции слухов о возможной отставке Залужного. Недавно вот эти слухи снова начали всплывать в конце января, но в Украинском министерстве обороны, насколько я понял, как-то аккуратно попытались эти слухи опровергнуть. Ну и речь шла о том, что Залужный встречался с Зеленским, где отказался добровольно выходить в отставку. И хотелось бы узнать ваше мнение вот обо всей этой эпопее, которая тянется уже достаточно длительное время. Чем она в итоге может закончиться? Как для Зеленского, так и для Залужного, скажем. Сразу отвечу на ваш последний вопрос. Тут ответ ясный и короткий. Выживет кто-то один. То есть, однозначно, либо Зеленский съест Залужного, либо Залужное Зеленского. Тут они уже друг другу выбора не оставляют. Насчет слухов. Ну, в принципе, уже постепенно это перестает быть слухом. Да, первоначально эту волну запустили украинские блогеры всевозможные. Причем, заметьте, блогеры, которые в основном поддерживают Залужного. И уже рассказали об этом разговоре, о том, что Буданов, глава главной террористической структуры Украины, ГУР, назначен на его должность. Ну, то есть, много подробностей сразу же слили, буквально. И затем, да, появилась неловкая пауза, несколько часов длилась, в ходе которой ни одна из сторон не опровергала, не подтверждала. И затем вдруг появилось такое аккуратное опровержение со стороны Министерства обороны. Причем, заметьте, Зеленский несколько дней полное молчание по этому поводу хранит, что тоже показательное. Но постепенно вся эта история приобретает новые подробности. Как вы понимаете, гораздо более свободным выбором языка распоряжаются западные средства массовой информации. Например, вот газета «Таймс», причем довольно такой, вхожий в украинские и Министерства обороны, и спецслужбы, журналист, провокатор этой газеты Максим Такер, опубликовал подтверждение этим слухом, где даже описал некоторые подробности, доселе неизвестные, о том, что разговор состоялся. Залужный, в самом деле, отказался добровольно уходить, но Зеленский подписал приказ об увольнении Залужа. И тот приехал к своим подчиненным, сообщил им об этом и начал даже паковать вещи. Ну и потом следует очень примечательная фраза. В связи с резкой реакцией социальных сетей, в связи с тем, что высказали свое недовольство этим решением Соединенные Штаты Америки и Великобритания, и в связи с тем, что отказались сразу же двое потенциальных преемников, Буданов и генерал Сырский, Зеленский, в общем, свое решение изменил. Ну, по сути дела, из этих трех причин, которые перечислила газета «Таймс», я уверен, конечно, основной является реакция США и Великобритании. То есть, как это уже бывало не раз с Зеленским, как это было и два года назад, когда он мог не допустить войны, но тем не менее поддался давлению своих западных хозяев, вот эти самые хозяева предопределили, кто же будет дальше главнокомандующим вооруженных сил Украины. Но на этом история, как вы понимаете, не заканчивается, все только начинается. Да, во время нашей крайней беседы, я помню, вы произносили эту фразу о том, что из них вышибет кто-то один. Но тут хотелось бы узнать ваш осторожный прогноз, особенно с учетом того, что вы у себя в телеграм-канале часто анализируете, заголовки, сами материалы западных СМИ. У кого в итоге больше шансов остаться? У Зеленского или у Залужного? Вы знаете, тут же многое зависит и от субъективных факторов. Кто что сболтнет, кто совершит первым необдуманный шаг, кто где-то вдруг на кого-то выложит удачный и успешный компромат. Ведь Зеленский сделал все это не на пустом месте. Мы же видим, что он подгадал момент, чтобы сделать вот этот шаг против Залужного. Он дождался очередного скандала с хищением украинской армии, причем хищением западных вооружений. Это постоянно там происходит. Мы все это понимаем, все это понимают, и даже все понимают, что сами Соединенные Штаты Америки не просто в курсе, они возглавляют этот процесс. Но, тем не менее, вот этот скандал сразу был распиарен по всем западным СМИ, в отличие от других, которые стараются под шукну, знаете, так задвинуть побыстрее, как говорят на Украине, тышком-нышком. Вот, то есть, тихонечко все это провернуть. И в Киев приехали инспекторы Пентагона и целого ряда других структур, которые должны проверять все эти хищения. И в этот самый день Зеленский подписывает распоряжение об увольнении Залужного. То есть, он думал, что вот можно этот компромат использовать для отстранения своего заклятого союзника, с тем, чтобы показать американцам, смотрите, я же ваши гроши защищаю, понимаете? Ваши же вложения сейчас тем самым обороняю от этих казнокрадов, воров, грабителей. Но, видите, тем не менее, не сработало. А какой компроматик там на Зеленского, Залужный, или кто-то рядом с Залужным подкладывает в то же самое время, может, когда-то узнаем. Наверняка, когда-то узнает. Здесь, знаете, еще хотелось бы о чем поговорить. Об этом многострадальном, ну и скандальном, наверное, в каком-то смысле, законопроекте о мобилизации, который в феврале в очередной раз будут рассматривать в Раде. И, ну, похоже, что его все-таки примут. А учитывая то, что украинцы все меньше хотят идти воевать непонятно за что и непонятно за чьи интересы, взять хотя бы те же многочисленные видео, где люди там выпрыгивают из окон военкоматов и все в таком духе. Так вот, хотелось бы узнать, а приведет ли к каким-то кардинальным изменениям в украинском обществе принятие вот этого законопроекта, или украинцы и дальше будут спокойно идти на фронт, погибать, ну, непонятно за чьи интересы. Ну, вы же сами говорите, не все готовы идти на фронт, не спокойно уж точно, и выпрыгивают, и убегают. И уже есть случаи покушения на военкомов, мести военкомам за погибших, мобилизованных. Мы знаем, что многие дают взятки кому угодно, врачам, военкомам, пограничникам, чтобы сбежать, ну и так далее, и тому подобное, с тем, чтобы ни в коем случае, ну, под любым соусом не попасть на этот самый фронт. Воевать за Зеленского не хотят, не желают погибать за него тем более. И вроде бы все это понимают. Даже Зеленский вынужден был на днях в интервью немецкому каналу признать, что да, где-то мы там перегнули палку, ну, конечно, я дал распоряжение этого не делать. Хотя никто ведь не сказал, а каким же ты образом будешь загонять людей в армию, когда вы сами обсуждаете, там, 300 тысяч, 500 тысяч дополнительно мобилизовать, а где 500, там и миллион, мы же понимаем, что на самом деле процесс этой самой мобилизации, он происходит ежедневно. В ежедневном формате хватают людей, где только могут. Есть уже и нелегальные способы откоса от армии, и легальные способы. Сейчас там чиновники рассматривают вопрос, а как бы придумать, чтобы еще заработать на это, чтобы люди откосили от армии, но платили, значит, нам. Так что в этой связи, какой бы закон они ни приняли, мы понимаем прекрасно, что общество постепенно адаптируется к этой ситуации, прячутся. Миллионы людей сейчас находятся на нелегальном положении, либо сбежали, либо где-то залегли. И практически все мужчины, которые еще остались на Украине, не могут вырваться, переходят постепенно на черную зарплату, черным налом получаясь тем, чтобы нигде не светиться в соцсетях. Зеленский сейчас ведь хвастался, что смотрите, мы же лидеры в диджитализации, у нас все общество оцифровано и так далее. Но вот теперь из этого оцифрованного ада выскакивают украинцы один за другим. При этом катастрофа действительно на Украине наблюдается в демографическом смысле. Та же самая британская «Таймс» опубликовала просто потрясающие на днях цифры графику, где приводят картину вот этой демографической ситуации. Абсолютный лидер в мире по самой низкой рождаемости в мире, подчеркиваю. И уже, по сути дела, по продолжительности жизни мужчин, это официальные данные, еще раз говорю, на самом деле наверняка ситуация еще хуже. Украина сравнялась с самыми аутсайдерами в африканских, самых неразвитых странах мира в Африке. Я хотел вас спросить, Владимир Владимирович, по поводу этого материала «Таймс». Вот этот самый низкий уровень рождаемости, это что? Это итог этого оранжевого переворота или итог все-таки вооруженного конфликта? Давайте говорить, все это взаимосвязано. Конечно, началось все в свое время, еще в 2004 году, когда один Майдан, потом в 2014 другой Майдан. И уже тогда наблюдалась картина, когда рождаемость на Украине упала до минимума, массовый отток населения начался. Все это мы наблюдали и раньше. Но то, что происходит сейчас, это, конечно, прямое последствие той авантюрной политики Зеленского, толкнувшего свою страну на войну. И вот в этой материале «Таймс» я обратил внимание, просто потрясающая дана карта. Подчеркиваю, «Таймс», которая обслуживает идеологический режим Зеленского все это время, дала карту, на которой Украины просто нет. Вот Черное море и Украина бывшая, да, как бы вот одно белое пятно. То есть опять выкопали Черное море, залив Украину полностью. То есть все. И главное, там экономисты украинские нынешние рассуждают, как же будем выходить после войны. Ну что, придется, говорят, изменять миграционную политику и привлекать мигрантов из, вдумайтесь, Казахстана, Узбекистана и Польши. Я просто думаю, в каком рассудке должен находиться представитель Казахстана, гораздо более благополучной страны, чем Украина, и уж тем более Польши, с тем, чтобы потом в эту разваленную, разрушенную, уничтоженную Зеленским и его кликой страну ехать и, значит, там поднимать ее с нуля. Ну, представить это просто невозможно. Но, тем не менее, они там сидят и рассуждают в своих кабинетах, глядя спокойненько, как украинцы, как завещал им Борис Джонсон, кстати, вот ровно два года назад, 1 февраля 22-го года, он им велел, значит, до последней капли крови. Вот они и выполняют этот завет, не желая того. Об этом белом пятне на карте, на месте Украины, тут такие интересные новости были. Понятно, что это не депутат первого эшелона, но, тем не менее, один из румынских депутатов, я думаю, вы слышали об этом, говорил о том, что неплохо бы нам, наверное, вернуть Закарпатье. Ну, и еще часть регионов Украины, где проживает, ну, значительное количество этнических румын. То есть, ну, похоже, новости о том, что Украину, в конце концов, извините за это выражение, раздербанят по итогу, ну, они, наверное, становятся сейчас все реальнее. Ну, что ж, вы же понимаете, падальщики, они всегда крутят, кружат над трупом, и когда чувствуют вот этот запах разложения, в общем-то, да, действительно, мы понимаем прекрасно, что не только Румыния, за Закарпатью они еще поборются с венграми, как вы понимаете. И когда Сиярта, министр иностранных дел Венгрии, заявил, о чем мне в Киев ехать, вот он, Ужгород рядом, все-таки в Отчино, так скажем, да, и приехал туда встречаться с главой офиса президента Зеленского. То есть, вот это показатель того, что и там присматриваются, и в Польше, понятное дело, обсуждают, как там, что можно было бы урвать, вы же понимаете, мечта поляков о возвращении Львова, она, в общем-то, никуда не делась. Я не раз слышал от разного рода поляков, причем в том числе политиков, журналистов, ясное дело, на неофициальном уровне, когда, значит, они говорят, да, Львов, конечно, польский город, но вот нам вот только вот без украинцев, вот если бы этих бандеровцев забрали, мы бы с удовольствием Львов вернули. А так вообще для них головная боль тоже, что делать с украинскими националистами, с этими свободами и так далее. Уж бандеровцев они точно не хотят себе, а Львов бы вернули с радостью. Ну, если уж заговорили о Румынии, то тут тоже, опять же, интересный такой, ну, не знаю, скажем, инцидент был, когда украинские информационные ресурсы, насколько я понял, начали разгонять заявление о том, что якобы вот румынские военные летчики участвуют в каких-то секретных военных операциях и наносят удары Ф-16 по российской армии. Министерство обороны Румынии практически моментально опровергло этот вброс, но сам факт того, что он был, тоже довольно показателен. Не говорит ли это о том, что вот они все-таки пытаются расширить географию этого конфликта, когда, ну, понимают, что, очевидно, успехов на реальном фронте у них, ну, уже практически никаких нет. Честно говоря, не слышал ничего про то же, про участие великой румынской армии в этих сражениях. Я сомневаюсь, что кто-то там мог бы в Румынии сознательно вот таким образом свою армию или своих участников, членов вот этих своих военизированных формирований привлекать на сторону Украины. Тем более, это не вписывается, знаете, в цель раздельбанить потом Украину. То есть, наоборот, они, в общем-то, ждали бы с удовольствием, когда же все это разложение начнет завершаться, и можно было бы действительно поучаствовать в разделе. Но я не исключаю, что среди наемников иностранных есть и румынские граждане, и другие граждане других стран Европы. Сейчас, кстати, число наемников, судя по отчетам, резко упало благодаря действиям российской армии, само собой, в первую очередь. Но есть там румыны или нету, мне неведомо, извините. Поляки точно есть, были и хоронили неоднократно в Польше этих самых боевиков. Но по поводу румын, извините, ничего сказать не могу. К слову о Европе, у них же и своих проблем сейчас прибавляется. Там по целому ряду стран прокатились вот эти волны протестов фермеров, и, кажется, они начинают к каким-то результатам переводить. Все-таки вот тот же Макрон, если не ошибаюсь, заявил, что на встрече с фондом Рляйен все-таки будет продвигать тему о том, что неплохо бы, наверное, вводить какие-то ограничения на импорт вот этой дешевой украинской продукции, из-за которой, собственно, все эти протесты фермеров-то и начались. О чем это говорит, как вы считаете? О том, что европейские политики все-таки понемногу начинают прислушиваться к интересам своего народа? Сложно было бы не прислушиваться к тому, что происходит на улицах Парижа, вокруг Парижа и вообще в городах французских, на трассах Франции. То есть при таком уровне протеста, действительно, Макрону что-то надо было сделать. Он ведь, когда начались эти протесты, вообще в Дели укатил, что, кстати, вызвало недовольство Великобритании. То есть там он поехал отмечать годовщину свержения британского ига в Индии. Но, вы знаете, протесты, конечно, начались не из-за Украины. Не это главная причина. Главная причина протестов, которые начали и польские фермы, подхватили немецкие, французские, итальянские фермеры, она заключается в решении Еврокомиссии убрать субсидии, которые у фермеров были. Но при этом, да, не последнюю роль во всех этих проблемах является украинская дешевая, некачественная с точки зрения европейских фермеров продукция, которая заполонила европейские рынки, поскольку два года тому назад Еврокомиссия убрала всякие барьеры и ограничения для этой продукции, для этих товаров. И мы помним, как самостоятельно страны, некоторые Восточные Европы, в первую очередь Польша, затем и Словакия, и Венгрия, и Румыния, вводили ограничения, запреты на ввоз определенного рода товара, в частности зерна украинского. Но ясно, что это в конечном итоге раздражает фермеров, когда, извините, ты не можешь свою продукцию продать на своем же рынке, а некачественная украинская, в три раза дешевле продается. Ясно, что это вызывает проблемы, разорение фермеров, фермерских хозяйств. Причем, на самом деле, продукция Украины, она давно уже перестала быть качественной по целому ряду товаров. Я вот по своему опыту знаю, да, у меня кот уроженец Киева был. И вот не ел, не ел курятину совсем, но я был уверен, ну, вкус такой у кота, что ж не ест курятину, что бывает, мало ли кто что не любит. Да, а потом мы переехали, ну, работал лишь некоторое время в Нидерландах. Слушайте, оказывается, с огромным удовольствием жрет эту самую курицу, если она не украинская. То есть, можете себе представить, что намешали там, на Украине, в эту самую курятину, какие гмо туда намешали с тем, чтобы вот она росла больше и было дешевле. Ну, вот поэтому, конечно, для французских фермеров проблема, когда их птица, их мясо, значит, не покупается, а украинские покупаются. Конечно, они будут требовать каких-то мер. И то, что Макрон заявил в Стокгольме насчет того, что 1 февраля собирается поднять вопрос украинских товаров, украинской агропродукции на европейских рынках перед фон дер Ляйн, это показатель уже серьезный для Зеленского. Одно дело, восточноевропейские лимитрофы шумели и кричали, а тут уже все-таки не последний деятель Евросоюза. Вынужден, подчеркиваю, под давлением своих масс обращаться к Брюсселю с тем, что, слушайте, ну, давайте как-то меру знать в этой проукраинской деятельности. Ну, вот эти восточноевропейские лимитрофы, о которых вы говорите, да, они же первыми начали вводить вот эти ограничения и тогда столкнулись с серьезным давлением со стороны Брюсселя. Но оказалось-то, что политики этих восточноевропейских лимитрофов гораздо прозорливее, чем их западноевропейские коллеги. То есть, они же своего рода тренд задали, наверное. Да нет, ну, просто по ним это больнее всего ударило. Вы же понимаете, пока украинская продукция доходит до Франции, она сначала по дороге разоряет Польшу, само собой. И в Польше, опять-таки, были в прошлом году выборы, и приходилось с этим считаться, никуда не деться. И ясно, что эти протесты, они пошли на фоне предвыборной кампании. Кстати, возглавлял их лидер профсоюза Аграуния, который в итоге стал депутатом Сейма от партии Дональда Туска и вошел сейчас в правительство в качестве заместителя министра сельского хозяйства. И получается теперь, в общем, интересная картина. Когда Туск заявляет, нет, мы друзья Украины. Вот он был как раз в Киеве на днях, да, и там рассказывал во всех аспектах жизнедеятельности Польша, всегда с Украины, подчеркиваю, во всех, абсолютно, без исключения. И в этот самый день его заместитель министра сельского хозяйства, этот самый бывший профсоюзный деятель, приехал на акции протеста польских фермеров с требованием запретить украинскую продукцию. И подчеркиваю, это решение замминистра сельского хозяйства от партии Туска продвигает в правительстве. Вот вам и во всех аспектах. Нет, во всех аспектах мы с вами, но только ежели наших денежек это не касается. Вот, собственно, и политика этих самых восточноевропейских лимитрофов. А да, протесты потом покатились и дальше. То есть дело тут не в прозорливости, а в стоимости ущерба. Ну да, дружба-дружбой, как говорится, а табачок-врось в данном случае. А зерно-врось, да. Или зерно, да. Но нашу с вами беседу хотелось бы, наверное, закончить в таком оптимистичном ключе, если ваш ответ, конечно, будет оптимистичным. Главы государств Белоруссии и России во время встречи в Ленинграде открыли памятник, потом провели заседание высшего госсовета, и Александр Лукашенко заявил о том, что Украина все-таки вернется в наше славянское братство, скажем так. А как вы считаете, вот каковы перспективы того, что украинцы, они действительно когда-нибудь, ну, не когда-нибудь, допустим, в обозримой перспективе смогут все-таки вернуться в наш славянский союз? Ну, тут, понимаете, вы два разных тезиса объединили в этом вопросе. То есть, Украина или украинцы, вот в чем разница. То есть, если верить газете «Таймс», то, еще раз говорю, на месте Украины уже белое пятно рисуют. И мы сами с вами обсуждали, кто там хочет ее делить и так далее. В каком виде, то в каком виде Украина будет и останется. То есть, в конце концов, в это славянское братство вернулись несколько вчерашних регионов Украины с несколькими миллионами вчерашних граждан Украины. То есть, в общем-то, этот процесс, он начался и, возможно, будет продолжен. Опять-таки, это во многом зависит от того, насколько далеко пойдет Зеленский в своей авантюре. Уже не раз было сказано Владимиром Путином о том, что мы готовы к мирным переговорам. Но если украинская сторона и ее западные хозяева не готовы, имейте в виду, дальше условия будут жестче. Об этом предупреждали два года тому назад, когда начинали переговоры в Белоруссии. И так это и получилось. Ведь первоначально мы говорили о чем? О Донбассе и признании Крыма. И признании независимости Донецких двух республик. Не говорили еще о Херсонской области, о Запорожской областях. Теперь понятное дело, когда эти области уже стали составной частью Российской Федерации, назад уже возвращаться не будем. А если пойдет дальше, то будем говорить и о Сумской области, и о Харьковской области. Ведь не случайно после налетов на Белгород была дана команда обезопасить южные границы Российской Федерации. То есть, опять-таки, от авантюрных действий Зеленского зависит очень многое в данном случае. И если уж говорить о оптимистической концовке нашего разговора, то да, я думаю, что в дальнейшем определенные регионы нынешней Украины присоединятся к нашему единому славянскому братству и к единому союзному государству. По-моему, очень оптимистично. Да, концовка получилась даже более оптимистичной с учетом предыдущих ответов. Поэтому спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за эту беседу и за ваши, как всегда, интересные и развернутые ответы. Спасибо вам. До свидания. Привет Минску. Продолжение следует...